День открытых дверей СГУ неспроста привлек внимание выпускников школ, ведь в этом вузе можно отучиться на самых перспективных для города направлениях и получить диплом государственного образца. Студенты подготовились ко встрече с гостями и постарались показать все лучшее, что есть в университете. А выпускники рассказали о перспективах обучения в СГУ. Университет дает много возможностей для практических навыков, для стажировок за границей. Например, я побывала в Германии на семинаре по интернациональному туристскому рынку. С нами беседовал преподаватель интернациональной школы менеджмента по туризму. Мы получили достойные знания, которые мы можем применить для своей будущей работы. Для будущих студентов нынешние провели презентацию всех факультетов, рассказали о плюсах обучения и возможностях, которые открываются после. Не обошлось и без праздничной программы. Творческие коллективы показали свои таланты. Культурная жизнь – важная составляющая учебного процесса в СГУ. У нас проходят студенческие вечеринки, очень много на самом деле мероприятий. На ноябрь запланировано только 12 мероприятий. Поэтому работаем и привлекаем новых студентов, которые не знают нас, так сказать. Мы распространяем свою информацию через интернет-страничку ВКонтакте «Зачет». После презентации концерта все школьники могли пообщаться со студентами, из первых уст узнать об учебном процессе, уточнить порядок зачисления и увидеть самые яркие проекты студентов СГУ. Также все желающие могли поучаствовать в экскурсии по учебным кабинетам. Многие школьники впечатлились приемом и захотели связать свою студенческую жизнь именно с СГУ. Я пришла сюда для того, чтобы определиться с профессией, все-таки узнать, что это что-то новое. Ну, я себя вижу в области инженерного строительства. Здесь тоже представлен был инженерный факультет. Мне тоже было интересно узнать о нем, тоже очень много нового. День открытых дверей в СГУ проводится регулярно, и у старшеклассников еще появится возможность познакомиться с одним из лучших учебных заведений Сочи. Игорь Кырпа, Борис Осин, телекомпания ФКТ.